Здоровье наших детей под угрозой, статистика неумолима. Близорукостью страдают 20-30% российских детей младше 15 лет. Дальнозоркость диагностировали у шести. Еще 30% страдают от астигматизма. А виной всему, как это ни парадоксально, технический прогресс. Смартфон, планшет, компьютер сейчас, пожалуй, есть в каждой семье. А между тем, именно они первые враги человеческого зрения. Вряд ли кому-то сейчас удастся насовсем вычеркнуть их из своей жизни. Но врачи рекомендуют хотя бы ограничить время их использования. Включить мультики ребенку на планшете или дать ему поиграть в игру на смартфоне. Для современного родителя это норма. А врачи, причем не только окулисты, хватаются за голову. К здоровью детских глаз, да и нервной системы необходимо относиться бережней. Медики настоятельно рекомендуют детям до 7 лет вообще не давать в руки гаджеты. Тем, кто старше 7, можно дать посмотреть что-то на планшете или компьютере 2 раза в неделю по 15 минут. После 10 лет из-за учебной необходимости время и частота пользования чудесами прогресса увеличивается до 30 минут в день. И, конечно, нельзя забывать о профилактике. Особенно это касается детей, чьи родители не могут похвастаться хорошим зрением. Самый главный, конечно, фактор – это генетический фон. Если у родителей плохое зрение, поэтому нужно делать сюда профилактику, убирать как можно больше гаджеты, приборы, которые связаны с большой зрительной нагрузкой. И, соответственно, проходить консультацию окулиста раз в год для профилактических целей. Гимнастику для глаз нужно делать ежедневно и не по одному разу, говорят врачи. Летом можно отдохнуть, а во время учебного года занятия должны проходить в усиленном режиме. Есть целый комплекс движения право-влево, вверх, низ, зерзагообразный и, конечно, метка на стекле. Рисуется метка, на нее ребенок смотрит по схеме 3-5-7 минут. То есть 3 на метку, 3 минуты дальше бежать, что стоящее дерево за окном. И так делают по схеме 3-5-7 минут, потому что тоже действует на расслабление аккомодации. И, конечно, без морковки с черникой не обойтись. Может быть, зрение они и не улучшат. Но организм в любом случае скажет вам спасибо за лишнюю порцию витаминов, без которых исправно работать ему просто невозможно.